Здравствуйте, Сергей Кудренко. Это второй скринкаст. По теме создаем корзину для интернет-магазина, прописываем общую структуру. Редактор, в котором я буду работать, это NetBeans. Бесплатный редактор. Его можно скачать. Переходим к закачке. И здесь можно выбрать, какой редактор вам нужен, с поддержкой каких языков. Можно загрузить все, с поддержкой всех языков. Мне все не надо. Например, загрузить с поддержкой PHP. Я его загрузил, установил у себя на компьютере. И теперь уже непосредственно начнем заниматься. Итак, я запускаю свой редактор. Так. Создаем новый проект. PHP проект. Далее назовем его карт2. Карт2 тележка. Так. Обзор. Ну, создам папку у себя на компьютере на Vapatch. Vapatch. HTTP DOCS. И здесь я создаю папку. Создать папку. Карт2. Два. Два. Так. Теперь мы обзор. Выбираем эту папочку. Открываем. Здесь у нас подставляется. Прописываем. Кодировка по умолчанию UTF-8. И база данных будем создавать в кодировке UTF-8. Она хорошо поддерживает русскоязычные русскоязычные символы. Язык русский. Так. Далее. Далее. Урл будет у нас Localhost Card 2. на локальном веб-сайте. Далее. Готово. Готово. Так. Проект у нас создан. Здесь это старый проект. Я его закрываю. Так. Вот в этом проекте мы будем создавать наши файлы. Итак. Первый файл, который мы создадим это файл файл которым мы пропишем функции подключения к базе данных выборки из базы данных информации. Создадим этот файл. Далее. Назовем его Индекс. 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 PHP. Готово. Так. Ну, пока что перед тем как создавать дальше корзина у нас будет в сессиях. Сессия это такой массив, который появился в PHP 4 уже довольно давно. И он позволяет сохранять информацию от потребителя в интернет-магазинах от человека, который зашел на сайт позволяет, если мы открываем сессию, то информация которую он вводит может быть сохранена в сессии. Это такой массив, глобальный массив, который существует, пока открыт браузер и он уникален для данного компьютера, для данного конкретного браузера. И пока существует сессия, она открыта, не уничтожена или не закрыт браузер, информация будет сохранена. в нем ее можно использовать для создания корзины для интернет-магазина. Это несколько слов о сессии. Дальше мы будем ее использовать. А сейчас на первом этапе нам необходимо создать базу данных. я захожу localhost к себе на сайт phpMyAdmin вхожу в него root и здесь мы создадим новую базу данных базы данных создадим базу данных базу данных назову карт карт 1 карт 1 карт у меня уже есть сравнение колэйшн установим utf8 utf8 general c создать 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 уже создана ага вот эта база данных карт 1 и здесь мы создадим одну таблицу назовем ее product 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 продукты и сделаем сколько раз два три четыре пять полей в таблице окей так как нас открылось это поле и берем первое поле у нас будет айди айди назовем его интеджер интеджер там поставим 11 к примеру это у нас будет автоинкремент поставим и прайма реки здесь достаточно следующее у нас поле будет назовем его title заголовок материала продукта дальше поставим варчар поставим 200 200 здесь пожалуй ничего можно больше не ставить все попроще будем делать дальше body 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 здесь поставим текст текст далее поставим price цена про цена тип данных тип данных десимал так и здесь сразу зададим восемь восемь знаков и два после запятой так нул не ставим но нул то есть поле должно быть обязательно заполнено и последнее мы поставим имидж картинка имидж имидж картинка материала и здесь варчар поставим 50 50 так все вроде мы сделали сохраняем сохранить 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 так общая структура базы данных у нас создана у нас состоит ид титул боди прайс имидж ид аутоинкремент и первичный ключ так теперь мы уже непосредственно перейдем к заполнению этой таблицы для этого какой-нибудь нейтральный материал я выберу а именно например возьму найду в интернете какой-нибудь книги какие-нибудь например книги 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 так лучше в яндексе книги так вот уже заходил сюда можно выбирать эти книжки картинки цену так несколько штук 2 3 4 так для вывода и для общей работы для общего прорисования структуры базы данных где мы займемся на следующем скринкасте здесь я заканчиваю Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко МО 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 МО